Фасоль зала, сестра. Витаминов АЦ, карция магния фосфора для приготовления салатов, маринадов, приправов. Витаминов целая гора. Пророщенные зерна нынче в тренде. Знатоки ведения здорового образа жизни питаются ими регулярно. Их можно купить в любом супермаркете. И в приготовлении они неприхотливы. Юля попробовала проростки один раз и решила приготовить блюда с ними на ужин всей семье. Потому что, когда читаешь, что в них содержится, видно, что содержится много витаминов. Понимаешь, что это натуральный продукт. Поэтому, конечно, хочется. В мире и так все сейчас, в основном, все искусственность. Выглядит действительно аппетитно. О пользе проростков лучше поговорить с профессионалами. Зерно с какой-то там сгусток энергии элементарной, чтобы потом из него должно было прорасти что-то. Например, витамина В. Там больше, ну, по разным данным авторов, в 2-4 раза, чем, допустим, потом это будет уже в муке. Витамин С, витамин Е там имеется. Там имеется очень много различных оксидатов. Там имеется магний. Там имеется почти вся таблица Менделеева в хорошем смысле слова. В мире известна диета доктора Мойермана. Он в 40-х годах излечил своего пациента от рака желудка с помощью пророщенных зерен. О тонизирующих свойствах и помощи иммунитету говорить можно бесконечно. Тут проростки выигрывают. Но какие они на вкус? Знакомьтесь, это Светлана. Привет, Светлана. Привет, Артошка. Попай картошку. Да, очень умно, Света, с твоей стороны. Смотри, ты когда-нибудь пробовала такие штуки? Я вот нет. Давай вместе попробуем. Держи. Так вкусно, я не люблю. Ребенок врать не будет. Если бы Свете не нравилось, она бы их так не уплетала. Кстати, добавить проростки можно почти в любое блюдо. Или даже сделать из них паштет. Это будет такой паштет у нас. Это я высыпала нут. Можно высыпать чечевицу. Взбиваем и пробуем намазать его на хлеб. А вот обычный фруктовый салат можно разнообразить пшеницей. Итак, время попробовать. Заметьте, мяса здесь нет. Что на это скажет глава семьи? Ну, что-то очень вкусное такое. На обычный паштет печеночный похоже или нет? Наверное, нет. Что-то даже... Да, что-то ближе к грибам. Что-то такое интересное. Очень вкусное. Вот так люди и становятся здоровыми. Едят салаты, бутерброды и постепенно забывают о всех болезнях.